Ребята, всем привет! В таких жестких условиях эпидемии я решил развлечь своих подписчиков и сделать такое полуразвлекательное видео, как собрать педалборд. Ну, благо, у меня подвернулась возможность. Недавно я купил сам педалборд. Сейчас вкратце расскажу, что понадобится для того, чтобы его собрать. На столе передо мной лежит вот самое главное, без чего педалборд не будет, в принципе, работать. Это, конечно же, педали. На данный момент у меня их всего три. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А чем отличается педалборд от просто педалей, наваленных на какую-то деревяшку и, ну, прикрепленных на велкор там, да, и все? Он, конечно, отличается тем, что эта вся система, она как-то автономно работает, то есть без дополнительных каких-то подключений в розеток, разных вот этих вот блок питания. Вот есть такой блок питания, он продается там адаптер, так называемый. Вот, можете посмотреть. Классический адаптер с разъемом BOSS 2.1 миллиметра. Этим адаптером вот обычные педали питаются, когда втыкаете в розетку, но если у вас три педали, если у вас там их 10, то каждой педали свой адаптер. Это, конечно же, неудобно. И для этого нужна вот такая штука. Называется она блок питания. Вот. У меня такой. Естественно, для того, чтобы прикрепить педали к педалборду нужен какой-то тейп. И вот конкретно у меня вот такой T-rex-овский тейп. Вот он так выглядит, запакованный. Ну, конечно, нужны кабели. Вот можно купить отдельные кабели, а в магазине продаются такие уже собранные. То есть вот у меня два варианта. Первый вариант от Planet Waves, по-моему. Вот. Вот такой кабель, такой маленький, в принципе, удобный. Вот я ими пользовался долгое время, пока у меня не появился другой кабель MXR, потому что один из этих кабелей у меня сломался, по нему почему-то переставал идти сигнал. И мне пришлось купить другой провод. Вот MXR. Вот он немножко побольше. Вот он так выглядит. Вот в чем у этих проводов проблемы? Они все стандартных размеров. И меньше, больше, то есть ты не можешь выбрать. Для того, чтобы подключить педали очень, чтобы они чисто выглядели на борде, чтобы красиво все было, вот нужны, нужен вот такой вот, такие вот патч-кабели, которые я приобрел, приобрел вот от компании Evidence Audio. Эти патч-кабели, они чем хороши? Во-первых, их не нужно паять. То есть они... Ну, я сейчас все покажу, как это делается. То есть разрезаете на нужной длины кабели, защищаете и просто вставляете вот наконечник на одну сторону и как бы закрывашку на другую, и закручиваете. И вот до конца, как вы закрутили, все, он уже никуда не денется. Эти кабели очень надежные, их используют все профессионалы, все музыканты, люди, которые делают педалборды музыкантом. Так, разобрались с педалями, разобрались с блоком питания. А, ну, конечно, нужен педалборд. Вот педалборд у меня от компании Pedal Train. Это, на самом деле, самая простая серия, это педалборды Nano и Nano Plus. Вот у меня конкретно Nano Plus. А, и еще что нам понадобится? Нам понадобятся вот такие вот плоскогубцы, чтобы зачищать кабели. И, в принципе, все, наверное, да? Пока что. Вот, переходим к следующей стадии, сейчас будем крупным планом все показывать. А сейчас мы откроем коробочки, посмотрим, что же находится в коробках. Откроем сначала педалборд, как бы такой анбоксинг небольшой. Вот у нас в педалборде лежит такой пакетик со всякими разными штуками. Вот есть такое вот, чтобы удобно было носить сумку. Прикрепляется вот здесь, есть там крепление. Сумки, короче, понятно. Велкро. Ну, кстати, вот я отдельно купил Велкро. Видимо, можно было не покупать, потому что вот от Терекса. Оно большое, оно такое, единственное, что меня отличается, оно чуть-чуть... А, нет, оно практически одинаковое. Ну, неважно, будет у меня дополнительное Велкро. Хорошо, что они дали в комплекте. Это мы оставляем в сторону. Вот такой у нас педалборд. Педалтрейн Nano Plus. Такой толщины. И вот в нем такая есть вот область для блок питания. Сначала педали. Ну, педали вы, наверное, знаете. Так она выглядит. Одна из моих любимых педалей. Вторая педаль — это от компании Кэтлин Брэд. Педаль Талисман. Вот она вот так выглядит. Очень классные функции хайпаса, когда идет срез по низким частотам, чтобы не замыливался сигнал. И третья педаль — это недавнее приобретение. Вот от компании Gem Pedals Analog Handmade Pedals. Gem Pedals. Ну, здесь, конечно, мое почтение. Коробка выглядит просто классно. Мешочек тоже просто обалденный. Что-то у нас идет еще в коробке. Мне очень нравится, что идет в комплекте всегда медиатор. Медиатор — это классно. И ножки. Вот такие резиновые ножки. Как же выглядит сама педаль? Да, я забыл. Вот она выглядит. Вот таким образом. Синенькая такая довольно сочненькая педаль. Вход сбоку. Единственное, что, конечно, не очень удобно, это то, что вход питания и выход на джеке сбоку. Потому что, как в динам-драйве сделано, вход-выход идет дальше сразу. То есть не расходуется место сбоку. То есть можно прямо вплотную положить. Далее мы смотрим. У нас есть блок питания. Вот такой Seox. Открываем. Так, вот DC5. Это вот выглядит подсказочка, где какие, сколько вольт, сколько миллиампер. Здесь у нас кабели. Это вот главный кабель, который идет к блоку питания. И вот эти вот кабели разные. Их тут надо читать мануал, потому что каждый цвет кабеля, он предназначен для разного типа питания. То есть где-то в некоторых педалях нужно, чтобы минус был снаружи, а где-то нужно, чтобы минус был внутри. То есть на тип или на ринг. Соответственно, от этого зависит, какой мы кабель берем. Но для наших педалей обычно вот эти черненькие подойдут. Вот он выглядит вот так. Довольно увесистый. Я бы не сказал, что сильно тяжелый, но вот тут написано, что... Что тут написано? Seox DC5 Link. Вот здесь что самое крутое, то что можно менять вольтаж. То есть если у вас педаль, например, распонимает 18 вольт, вот как у меня талисман вот эта вот, она... Можно ее от 9 вольт до 18 использовать. И при 18 вольтах чуть больше хедрума педали получается. Сейчас мы будем примерять педали, как они будут у нас находиться на педалборде. Я разрежу кабели, соединю между собой педали, потом прикреплю велкро, ну и, собственно, посмотрим, как оно все вместе будет выглядеть. Сейчас мы ставим педали, будем в каком порядке они будут у нас находиться на педалборде. Ну, тут порядок как бы простой, потому что педалей не очень много. Я не знаю еще, кстати, может быть, я ее поставлю после. Вот так. Это еще пока мне предстоит узнать. Я должен поиграть и послушать. Но в любом случае, эти педали мы можем менять местами, а вот это точно будет после них, потому что это реверберация, и, собственно, она у нас идет после всех овердрайвов, бустов и других динамических каких-то вещей. Значит, что мы сейчас будем делать? Нам нужно велкро. Вот возьмем педалтрейновское велкро. Ой-ё. Я, честно говоря, первый раз это делаю вообще, и я даже не знаю, как это правильно делать, но посмотрим, может быть, у меня получится с первого раза. А, нам нужны ножницы, кстати. Так, вот я принес ножницы. Вот, я разрежу на две части, приклеим как бы верхнюю половину наверх, другую половину на нижнюю. И вот эту часть мы более жесткую прикрепим на педали. Так, отмеряем. Сколько нам надо? Мы присоединили эту часть ленты к педалборду. Теперь нам нужно уже сейчас определяться. И вот эти ножки, которые у меня были раньше, их лучше сейчас снять, на самом деле. Для чего? Чтобы здесь была плоская поверхность, чтобы ничто не мешало прикрепить педаль к педалбору. Эта педаль у нас, естественно, будет в конце. Вот эти две. Так и не определился, в какой последовательности они у меня будут. Наверное, наверное, логично было бы использовать сначала джем, тюбскремер, а потом буст, чтобы я мог сверху уже на, как бы сказать, такой перегруженный сигнал, чтобы я мог навесить буст и сыграть, например, соло в песне, чтобы оно было громче. Просто увеличив громкость, да, как я это использую, эту часть как буст. Так, хорошо. Когда мы определились с порядком, сейчас нам нужно определиться с длиной кабелей, патч-кабелей, которые у нас будут соединять педали. Этот большой длинный кабель нам нужно сейчас разделить на несколько, на сколько, на два? На два маленьких, правильно? Вот, два маленьких кабеля. Сейчас мы должны, как бы, посмотреть по длине, как они у нас лучше должны, какую длину нам нужно взять. Примерно вот где-то здесь, да? Это один будет, и второй мы смотрим. Добавляем еще несколько сантиметров. Что мы дальше делаем? Мы должны зачистить его вот до такого состояния, я так понял. Так, короче, после нескольких попыток я вроде как понял. закрутить. Вот, закрутил. Хорошо. Единственное, зароскутим. Как-то так получается. Получается. Ну, и с другой стороны мы должны то же самое сделать. Пока я собирал вот эти вот два маленьких кабеля, уже стемнело на улице, но это меня не остановит от того, чтобы дособрать этот педалборд. Нужно каким-то образом поместить вот этот блок питания, который лежит у меня под педалбордом. Ну, можно чуть-чуть педали друг к другу вот так вот сдвинуть. Мы берем пока что каждую педаль и должны с обратной стороны прилепить на нее велку. Теперь нужно вот эти вот кабелем подключить к блоку питания и, соответственно, к блоку питания уже по маленьким кабелям пойдет питание индивидуально очищенное каждый из наших педалборд. Мы дошли практически до финала. Осталось лишь прикрепить блок питания к педалбору. Для этого я уже за кадром сделал такие вырезал из тейпа две полоски, прикрепил их на блок питания и две полоски прикрепил на педалборд. И уже заранее я патч-кабель соединил между собой такими маленькими хомутами, чтобы они смотрелись более аккуратно. Осталось только прикрепить блок питания и вставить в него эти патч-кабели. Красной изолентой я пометил патч-кабель, который идет от педали талисман, чтобы подключить ее в режиме 18 вольт. И, соответственно, я здесь дип-свич поставил в положение HIGH. Его подсоединяем на 18 вольт. Эти два просто соединяем в другие входы. Нам осталось лишь подключить кабель питания к блоку питания и наш педалборд будет готов. Такой вот у меня получился педалборд. Я просто идет один провод питания и два джека и все. Спасибо, что смотрели это видео. В следующем своем видосе я сделаю обзор на звучание этого педалборда, поиграю на нем и в целом покажу, какие звуки из него можно извлечь. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик и удачи!